пресос по традиции дефицит федерального бюджета российской федерации перейти информацию это продано 11 мая 2023 года уже дырка 4 триллиона это начало да помните что потом была шестерка критическая ситуация мы не согласно официальным данным официальным данным нефтегазовые доходы упали уже на 60 процентов раньше было 40 60 но если принципиально 58 спорить не буду не 60 самое интересно что не нефтегазовые доходы ну эти которые ну как бы и они упали на 22 процента при этом ну расходы выросли но понятное дело вы сами видите что расходы будут как сумасшедшие здесь показано доходы 7.4 это все триллиона рублей 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 но и расходы естественно как видите тоже триллионы тоже рубли при этом официально министерство финансов российской федерации заявила недофинансирование территории составляет порядка 40 процентов то есть грубо говоря не получили дотации но это место до 100 должны были получить урезать и с них не получили да но работает работа давно на всякий случай почему же 4 триллиона гер два два но было 6 20 дай мисс не не давайте триллионы 300 вот этот налог помните что единый платеж патриотический так дальше да да миллион три триллиона 300 господи что я так его триллион 300 там это точно знаете такой налог на бизнес да и один ну остальные триллиончик с хвостиком центр банк то есть центр банк заплатил какой хороший миссии миссия понимаете когда центр банк говорит я плачу налоги на вперед это миссия это чистая миссия помните центр банк может всегда нарисовать себя всегда и да действительно за счет эмиссии закрывается самое интересное то что действительно ну как вы сами те поймаете из облигации так вот смотрите согласно ну официальным данным этого технику а вот видите государственные муниципальные цены бумаги номинированной стоимости ну 707 миллиардов рублей ну опять же это же вы поняли на сначала года все накопители это очень мало не покупают не нужно правильно поняли в душах а вот это вот вот эти три вот этого эмиссия ну там миллиард сессии и так дальше да вот такая ситуация ну что вам сказать хана есть хана другого варианта не я понимаю что путин быть рассказывает что все идет по плану замечательно это по плану убить экономика россии да естественно план был коварный и такой жестокий такая беспощадный что всех запугал все экономику россию хлопнули нет действительно ситуация критическая и прежде всего связано с тем что ну да россия пытается кто-то сделать газ продает не продается продажа а за резко упала действительно резко это газпром сказал резко упала и действительно не знаю что с ней делать ну а вот цена на газ опять же сообщение газпрома упала в десять раз по сравнению но имеется ввиду с прошлым годом лихо 10 раз колоссальное падение до них продают но опять же вы знаете вот эти вот художество которые устраивают и где когда вместо денег платят свои руки и соответственно китай который начинает выкручивать руки и говорит я плачу юанимы но для того что вы осуществляли операции с юанимы все российские банки обязаны быть зарегистрированы банком китай замечательно просто замечательно это понятное дело что голодный бунтов пока еще россии не будет скоро не буду ночью точнее 37 триллионов 39 4 3 но ситуация ухудшается ухудшается еще и опять же словно говорит что наверно будет провести секвестр бюджета вы сами понимаете путин против как же так мы победитель мы такие супер-пупер и секвестр значит что подписывал болезнь образ болезнь так что так понимаю пока что на сегодняшний дырка будет будет латать причем рюмашину правильно поняли вот этого дырка но и и закрыли вот в данном случае вот этого цифра чтобы правильно поняли 2 4 7 внешне уменьшаются просто сейчас никто же сша россии никто людей соответственно так что такая вот забавная информация действительно санкции работы чтобы там нет действительно дефицит федерального бюджета как раз пример того как работают санкции да действительно на сегодняшний момент очень сложно получать информацию с россии много позакрывали типа все секретно все недоступно так дальше но слава бог хотя бы этот источник есть и на основании это можно понять в каком состоянии находится экономика российской федерации критически прямо по этому слову это одна из причин почему путин так страшно так желательно умаляет постоянно на коленях ползать давайте мирные переговоры давайте давайте потому что финансировать армию со сложнее прямо по это слово да и миссии делается но все сложнее ситуация с федеральным критическое регионы уже фактически не могут даже тот мизер который дают это не могут и да причем уж понимаешь что некоторые регионах уже критическая ситуация просто денег как-то вот нет ну а не призывайте подавайте своим ресурсом кин ресурсы ну и вся надежда на то что россия будет шантажировать европу там азом нефть то шантажировать да сейчас действительно европа практически не покупает россии нефть и газ и цена на нефть и газ падает не растет а падает кстати интересно а то что продавать нефть и газ Индии и Китаю можно это же убыток и поэтому причине вот такая дырка так что вся еще немножко экономика россии понимаете она не принципе что будет развал каждый день нет она как раково опуху она нарастает 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 а потом когда действительно рванет будут себе ну как же как вы на что вот 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 это вот эмиссия вот этот дефицит это ж дырка она убивает экономику каждый день убивает да и латает перелатает спасают за счет вас по этой причине действительно ну вот криз 98 вот та же ситуация абсолютно там же получилось как что был дефицит федерального бюджета и и тоже пытаются латать перелатать латать 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 долатались и дефолт дефолт 1998 так что вот когда там мне говорят в США будет дефолт да прекращайте ребята в США дефолт не дожди а в России в России да дефолт вполне возможно абсолютно так что тут все гениально просто в России действительно будет дефолт а а пока что поздравляю вас дефицитом 4 триллиона рублей и желаю чтобы было 40 триллионов рублей чтобы экономику России добить до конца и полностью развалить Россию а на развалинах России построить новое демократическое государство за развал России и за дефицит России благодарю а